МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юные режиссеры презентовали свои работы на традиционном кинофестивале творческих фильмов. Будущее бобруйского кинематографа оценили и наши корреспонденты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 76 обожглись, 70 отравились. Статистика детской любознательности и родительской беспечности в этом году. Причинно-следственные связи исследовал Виталий Гаврусев. Он все время у меня на глазах. Позиция не слишком правильная. По статистике, подавляющую часть травм дети получают дома в бытовой обстановке. И в половине случаев в присутствии родители, которые просто отвлеклись на минуту. Быстрее, выше, сильнее и сообразительнее ребенок моментально становится в отсутствии взрослых. Он может забраться туда и открыть то, о чем родители даже не предполагают. А повыше и подальше мы обычно прячем спички, бытовую химию, иголки, ножницы и лекарственные препараты. Отравление в нашем городе занимает четвертое место в структуре несчастных случаев у детей. В этом году за 11 месяцев в наше отделение поступило 70 детей с признаками отравления. Дети чаще всего отравление в возрасте отмечается от года до 4. Являясь помощниками в лечении заболеваний, лекарства для маленького организма при неадекватной дозировке могут привести к серьезным последствиям. Поражение нервной системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нервной системы, вплоть до остановки сердца, дыхания. Сегодня вовремя оказанная квалифицированная помощь спасла жизнь еще одному ребенку. Он поступил сегодня ночью, вот ребенку два года, он выпил лизинаприл, то есть для лечения артериальной гипертензии. Ну и соответственно, что мы имели? Резкое снижение давления. Ну, помощь была оказана вовремя, поэтому проблем особых у ребенка сейчас нет. К беде могут привести и неосторожно оставленный утюг или чашка горячего ароматного кофе. С начала 2015 года у нас прошло 76 ожоговых травм детей. Из них 60 детей, это дети до 3 лет. А еще ребенок может открыть дверь постороннему человеку тут без комментариев. На улице он может упасть, подскользнуться, потянуть связки, стать участником ДТП. В любом случае, только родители могут оградить своих чат от неприятностей, которые поджидают их на каждом шагу. Виталий Гаврусев, Евгений Кожухов. Сегодня в Бобруйске. 20 уголовных дел на одного человека. Такую ношу возложили правоохранительные органы на инженера предприятия Бабушкина Крынка. Взяточника задержали в момент совершения преступления. Следствие установило неоднократность получения вознаграждения за услуги. МСДУ инженер получал от подчиненных за начисление премии, половину которой забирал себе. Поток мздоимства продолжался около полутора лет. Были выявлены и другие финансовые нарушения. Еще один инженер Бабушкиной Крынки был задержан в момент получения взятки от грузчика. 20 тысяч российских рублей ответственный работник взял за то, чтобы закрыть глаза. Грузчик организовал вывоз похищенной продукции предприятия с его территории. Пятикратная ставка за аренду в 2016 году планируется ужесточить ответственность за нелегальную сдачу жилья в наем. Если налоговая установит факт наличия неофициальной доходной квартиры, то владельцу нужно будет уплатить налог в пять раз превышающий официальный размер сбора. Кроме того, если сумма доходов и стоимость имущества в декларации будут балансировать на грани фолом, то физлицо уплатит подоходный налог по ставке 16%. Тем самым рядовые граждане, у которых расходы превышают доходы, будут приравнены в обязанностях с индивидуальными предпринимателями. Наши дети. Традиционный марафон благотворительности стартовал в Беларуси. С каждым годом к акции присоединяется все больше участников. Предприятий, общественных организаций и объединений. В Бобруйске сиротам, детям из многодетных семей и тех, кому так не хватает тепла и доброты, представители банков и профсоюзов, предприятий, мясокомбинат, красный пищевик и Бобруйск мебель будут доставлять подарки к Новому году. Дарить благо планируется до середины января. Одним из главных событий для 40 бобручан станет праздник возле центральной елки области. Шестеро детей, победители Олимпиад и различных соревнований примут участие в новогоднем представлении на главной елке страны во Дворце Республики. Полина и Артем – самые популярные имена среди новорожденных в Бобруйске. Прошлогодний лидер Дарья перешла на второе место. За ней идут София, Алиса и Виктория. Как сообщили во Дворце гражданских обрядов Бобруйского госполкома, самым популярным мужским именем в этом году стала «Безупречно здоровый». Так с греческого переводится «Артем». Максим II, Матвей III. Прошлогодний фаворит Иван выбыл из тройки призеров. От экзотических имен маленьких бобруйчан в этом году Бог миловал. Всего в городе на Березине за 10 месяцев на свет появилось 2188 малышей. 16-летняя Анастасия Костина впервые взяла камеру в руки год назад. За два месяца она не просто сняла, но и срежиссировала собственную короткометражку. Тема фестиваля «Мой город, моя крепость» вдохновила и погрузила в историю. Герой я и два моих одноклассника. Мне пришла такая идея, что будут интересны эти какие-то старые материалы нашей крепости и соединить их с тем, что сейчас стало нашей крепостью. Первый серьезный опыт и смелая заявка на победу. Мечта Анастасии стать режиссером. Насколько этот эксперимент был удачным, определят жюри. Пока же имена фаворитов, как и понравившиеся работы, держатся в тайне. Если во взрослом кино главное это где-то картинка, где-то сценарий, то здесь это главное, это вот душа и творческий взгляд ребенка, который он пытается представить в своем фильме. Огромное спасибо им за смелость, за то, что они не побоялись, а представили свой творческий взгляд, где-то, может быть, даже на обыденные вещи, которые мы, люди взрослые, проходим и не замечаем. Семь режиссеров и три номинации. Лучший фильм, неординарный фильм и лучшая актерская игра. Победители пятого Вобруйского кинофестиваля «Юный режиссер» будут определены в ближайшие дни и получат награды в День белорусского кино 17 декабря. 2015 год свершений, побед, поражений и взлетов. Каким он был? О чем мечтали бобручане и что сбылось? В рубрике «Мой 2015» уходящий год в событиях и портретах покажут наши журналисты. Ангелина Дикун встретилась с профессором Алексеем Ненадовцевым. Выдание третьего тома кафедрального сборника «Навуковые артыкулы» у России и Украины. Монография по творчеству белорусского письменника у Владимира Короткевича. Досягнение доктора филологичных наук профессора Алексея Ненадовца за 2015 год. Особливого нарыца Короткевича. 45-я надрукованная профессором книга выник 10 годов працы. А кроме навуковой тематики, цикавится мифология, фольклором и краезнавством. Больше 20 годов сбираем материалы с первых крынец. Я приехал, дед Петро меня послал в ту и ту. А, ну давай, рассказывай все. Я говорю, мне нужно в ту и ту вязку, например, отсюда добраться в этот самый. Вот я отсюда, вот родом. Мне нужно добраться вот сюда. А ты, каже, передай привет, зайдешь, скажешь, что мы с ним разом воевали. 12 годов назад вязковые старожилы подштуркнули заробить книгу про кленов. Прас-два годы вышло в свет еще одна. Рыхтуется и третий том. Я веду, что был дедокин, вот говорил, что он, отчувая, что тут есть подклад, но подклад знайсти не может, а верь мимостно. Это был такой спогадливый знахар у нас, дед Володя. И он говорил, суседы, я говорю, что есть, отчуваю. Но он помер, может, он и знай, что бы, что там подложил. Дома у профессора Велизарная библиотека. Больше за 4 тысячи книг. У основным белорусских письменников. Некольки полиц уластных работ. Профессор Володя о польской, украинской, немецкой и русской мовами. По-моему, все часы добро было ведать некольки мов. Потому что замыкаться только на русской мове, это неправильно. Вот, потому что хотя бы сходнославянский ведать досконало, там, белорусскую, польскую, русскую. Раритетные фотосдымки, образы, покой и одночасово-прационный кабинет профессора с оправданной отаямницей истории, сбирая ручники, старые паштолки и документы. Вот это довод особистый, Рождец-Посполита, польская. Вот это пашпорт польский, 26-го года народжения. Ганарыца маленькой внучкой Стефании. Ее фото на самом бачном месте. Для ее Алексей Михайлович – любимый и веселый дядуля. А вот на праце для студентов строгий, але креативный выкладчик. В школе я не сталкивался с таким стилем преподавания, но, впрочем, есть некоторые моменты, которые нравятся мне в этом стиле. Иногда страшно, да. Иногда смеемся, улыбаемся. Алексей Ненадовец уже больше за 20 годов працует в Бабруйском университете. У профессора досконалая память. Вучит студентов, и он лишит своим призначением. Один из этих студентов, нехай, они там и слабейшие, и мощнейшие, как только выросли добрые люди. Это, я лечу, что основная моя задача, чтобы допомогать им стать добрыми людьми. Систематизация особистых работ, научение студентов, выхование внучки. Вось планы на ближайшие годы. А калихо під часу возьмется яше за некольки тем. Махчима уже в наступном годе надрукуя и третий том «Силы прокленного слова». И яше шмат цікавейших работ. Ангелина Дикун, Дмитрий Шауцов. Сегодня в Бабруйском. Свежие новости, журналистские расследования и актуальные интервью. Все, чем живет город, только на страницах газеты «Бабруйское життё». Оформи подписку уже сегодня в любом отделении узла почтовой связи или по льготной цене в редакции по адресу социалистическая 103 и получи подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова